Темой сегодняшней лекции является оперативное запоминающее устройство. Оперативным запоминающим устройством называется устройство, которое запоминает информацию до тех пор, пока на него подается питание. После подачи питания вся информация, которая была записана в данное устройство, уничтожается. Давайте разберемся для начала, что же из себя представляет память вообще. Память это такое устройство, у которого есть по стандарту 4 входа. Это адрес, по которому надо либо писать данные, либо читать данные. Сами данные. Некий вывод чип-селект, который выделяет именно конкретно данную ячейку памяти. И сигнал VR, который как раз таки говорит о том, что данные будут либо писаться в память, либо читаться из памяти. И уже все эти выводы подключаются к шинам адреса данных и управления. Как мы можем заметить, шина адреса и шина данных в данном случае раздельны. Следующее, что имеет смысл отметить, это название объемов памяти. Прежде всего используются следующие названия. 2 в 10 степени байт памяти являются собой 1024 байта. И это принято называть килобайтом. Обычно, там скажем, километр включает в себя 1000 метров, а 1 килобайт включает в себя 1024 байта. Эти 2,4% разницы оказываются достаточно существенными до больших объемов памяти. Также используются 2 в 20 это мегабайт, 2 в 30 это гигабайт, 2 в 40 это терабайт. Вообще память делится на два типа. Это оперативное запоминающее устройство и постоянное запоминающее устройство. Оперативное запоминающее устройство, как уже было сказано, запоминает данные только до тех пор, пока на нем есть напряжение питания. Постоянное запоминающее устройство запоминает данные на совсем. Один раз записали, сняли питание, затем подали питание и можно эти данные считать. В оперативном запоминающее устройство так не сделать. Это преимущество постоянного запоминающего устройства над оперативным запоминающим устройством. У оперативного запоминающего устройства над постоянным запоминающим устройством в качестве преимущества является быстродействие. То есть АЗУ значительно быстрее, чем ПЗУ. Именно поэтому его можно использовать для временного хранения каких-либо переменных, к которым можно быстро обращаться, считывать, как-то изменять и записывать обратно. Но считывать и записывать обратно в ПЗУ – это слишком долгое занятие. А если используется технология Flash, то там еще и количество циклов перезаписи ограничено, и поэтому это тем более не стоит делать. Азур же в этом смысле имеет все преимущества. Она быстродействующая, ее можно использовать долго и к ней легко вращаться. Само АЗУ делится на две части. Это статическое оперативное запоминающее устройство, где RAM – это английская аббревиатура, АЗУ. И динамическая память. Также динамическая память в дальнейшем ее развитием является синхронная динамическая память. Рассмотрим сначала DRAM. Ячейка DRAM представляет собой вот такой вот вид, где заряд хранится вот в этом конденсаторе. И в зависимости от размера этого заряда можно говорить о том, что в нем записано единичка или нолик. Прежде всего выделяется ячейка. Затем, в зависимости от того, что нужно записать или считать, либо сюда записывается нужный заряд нуля или единицы, либо этот заряд считывается на выход и поступает на выход того микросхемы или еще куда-либо. Первоначально DRAM работала синхронно, то есть можно было данные считывать в любой момент, когда это нужно было системе. Но это было неудобно, так как многие события могли происходить одновременно и возникали коллизии между записями и чтениями данных из памяти. Для того, чтобы этих коллизий не происходило, была разработана память SD-RAM, где добавился еще один вывод, который синхронизировал все действия, тактовый вывод. И данные стали читаться только по тактам этого вывода. В дальнейшем данные стали читаться не только по восходящему, но также и по нисходящему фронту. Данную память назвали DDR, Double Data Rate, и именно в этом направлении оперативные запоминающие устройства и стали развиваться. Увеличилась скорость данных, увеличился алгоритм чтения этих данных, что также увеличивала скорость и так далее. Давайте рассмотрим, как же устроено статическое оперативное запоминающее устройство. Статическое запоминающее устройство сделано в каком-то смысле проще. Оно состоит из триггеров. Триггер – это такое устройство, которое может запоминать данные до тех пор, пока с него не снимут питание. Если в предыдущем случае, когда данные ячейки ничего не считывают и ничего в нее не записывают, заряд конденсатора из-за токов утечки постепенно уходил. И таким образом данная ячейка забывала, какое все-таки значение в нее было записано. И постоянно приходилось возобновлять значение напряжения в этой ячейке. Поэтому данная память и получила название динамическое. В то же время в статической ничего обновлять уже не надо. Триггер помнят записанное значение до тех пор, пока с него не снимут питание. Преимуществом такой системы, как уже было сказано, это простота с точки зрения, что не надо возобновлять заряд. Сложностью является то, что триггер гораздо более сложное устройство, нежели вот такая вот схема. Поэтому статическую АЗУ обычно делают достаточно маленькой, и она получается очень дорогой, в отличие от динамической. На этом все. Спасибо за внимание.